Ребят, всем привет! Вы на канале Вечное Лето, и мы уже приехали в Анталию для того, чтобы забрать мой чемодан, который пропал. Наконец-то он приехал, и сегодня еще мы заедем в Икеа, она здесь рядом, и что-нибудь купим для нашей новой квартиры. В общем, все покажем. В общем, мы сейчас подошли к охраннику, спросили, где тут отдел потери багажа. Она сказала, подождите, сейчас позвонит, она куда-то позвонила, и мы ждем, когда выйдут сотрудники, я так понял. Через сколько приехал чемодан? Ну, он приехал где-то не через 10, после того, как потерялся, он нашелся, они написали, подпишите бумаги, а вскрыть его вскрыли. И после того, как извлекли пауэрбанк, там был пауэрбанк, они его опять упаковали и отправили нам сюда. Нас привели в отдел потери багажа, он находится в зоне выдачи багажа, посмотрели бумаги, и сейчас должны выдать. Нас заедли в такую комнату, и вон там вдалеке мы нашли наш чемодан. Ура! Мы сначала заходим, нету, я думаю, наверное, опять Дубай отправили. Ну что, ребята, я забрал свой багаж, наконец-то, вот мой чемодан. Смотрите, что случилось. Колесо отвалилось. Может, поэтому он не пришел? Не знаю, ну, слава богу, что привезли, теперь нужно будет посмотреть, ничего ли не пропало, самое главное. Ну все, друзья, мы приехали в Доке, наконец-то, Светик этот день ждал, а не знаю, несколько лет, мне кажется. Вот такой диван стоит 22 тысячи лир, это уже под 90 тысяч, он прям комфортабельный. Ну тут не сказать, что прям намного дешевле, 17 тысяч. У нас в квартире вот такой диван стоит 10 тысяч 500 лир, это где-то 43 тысячи рублей. Здесь у них столы, кстати, вот такой стол, сейчас со скидкой 3300 лир. Вот можно на кухню какой-нибудь столик выбрать, стеклянный 6 тысяч. Нравится нам вот такие стулья, беленькие, и хотим купить серую подушечку. Стоит 1199 лир за стол, они достаточно тяжелые, прям деревянные, у нас в квартире нам нравятся. Мне нравится, что они такие легкие и прозрачные, как-то вот здесь. Вы только посмотрите, как здесь все красиво, уютно. Вы скажете, да, со мной страны, сколько здесь товаров, все завалено. Ну, все с умом, каждая плюшка-ватрушка на своем месте. Я сейчас понимаю, что я хочу все, даже эту плюшку купить, можно красиво смотрится. Мы очень хотим взять вот такую черную раковину у нас, потому что по умолчанию идет металлическая, не очень красивая. Поэтому, чтобы красивая раковина была, потому что она вот прям дает вид кухне всей. Столичница там классная, а вот раковина подкачанная. Вот эту, думаю, взять 3200. Я уже, на самом деле, выбрала постельные, как это будет смотреться. Целый комплект там подобрала из нескольких. Хотим, чтобы было два одеяла, люди приедут, чтобы каждый был свой одеял. Это очень классно, не надо за него воевать. Ты просто, ложишься, накрываешься и красота. Вот так можешь обернуться, и кто у тебя его не отнимает. Вот, а по поводу постельного, вот такое нам нравится, оно у нас просто тоже, вот такое взять. Если у вас тоже такое написать в комментариях. Оно очень приятное такое на ощупь. И белый еще комплект возьмем. И еще там парочку идей. Вот, ребята, у нас квартира, где мы сейчас живем, вот такой шкаф. Стоит он 3300 лир. Я понимаю, почему его взяли, потому что он недорогой и есть зеркало. Либо можно два таких шкафа поставить, 2300 лир, если место позволяет, но нет зеркал. Можно заказать. Зеркала, да, можно заказать и наклеить, в принципе. Либо, если захотеть, можно отдельно повесить зеркало рядом где-то. Вот, ребята, посмотрите, клевый шкаф, стоит 7200 лир, высокий. Внутри много пространства. Ну, конечно, какие-то двери такие прям очень легкие. Но, тем не менее, вот есть здоровый совсем 19000. Выбор здесь очень хороший. Вот такой есть шкаф 8800. Надо все. Как мне нравятся икеевские идеи для маленьких комнат. Вот, посмотрите, такой вариант для детской. Стол, стул, а над головой кровать. По лестнице поднимаешься и спишь. Клево, какая классная кровать. Мне в такую в детстве. И Саша тоже сказал. Да, мне в тоже такую. Клево, ты как спишь в подводном мире. Там можешь играть, а тут у тебя такой шалаш или бунгало. Красота. Так как мы немного растерялись, решили привести мысли в порядок. А что приводит мысли в порядок? Обед. Прошли поесть заменитые тефтельки. Здесь у нас идут пирожные, потом салатики. Такой салат 59 лир. Смотрите, какие цены. Такая порция тефтели 69 лир. Салат и стейк 79 лир. Рис с тефтелями 109 лир. Вот такой у нас получился стол. Тефтели, курица, супчик. Все вышло на 216 лир. Ой, я на кассе растерялась. Говорю одно, а мне кладут стейки. Я говорю, нет, нет, типа мне котлетку. Ой, короче, пробуем. Вкусные прям сочные. Вот мы поели, кофе попили. И прилив сил такой. Супер. Я нашла полотенца. Они не были в моем списке, но они всего лишь 24 лиры, поэтому я беру 2. А может даже 3. И еще мы взяли, смотрите. Ну, не густо пока. Подставку. Вот такую. Сколько стоит? 75 лир. Да, у нас такая дома была. И когда мы продавали квартиру, новая хозяйка говорит, а вы что, вы ставите подставку? Я такая, ну да. Она такая классная. И я такая, да, 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 она классная. Смотрю, да, на кофейки стоит. Ну, ей было приятно то, что я ее оставила. И мне было приятно, что ей приятно было. Ну, она просто интерьер украшает. Да, мы как бы все отдали, что там было, думаю. Итак, семейный совет. Вы тоже приглашены. Какие ножи нам взять? У меня есть вариант. Купить набор. Вот такой. 579 лир. Но здесь нет ножа для хлеба. Если хочешь нож для хлеба, его надо купать отдельно. Тогда смысл брать набор. Можно взять нож для хлеба отдельно. Может, зачем так делать, а? Заманивают взять и набор, и нож для хлеба. Семейный совет. Он нафиг не нужен, этот нож для хлеба. По факту. Обычным... Ах, не нужен нож для хлеба. Обычным ножом нельзя, да, порезать? Ножом для хлеба так удобно. Подобно. Ага. Еще скажи, точилку для ножа давай возьмем. Обязательно. В общем, ребята, мы нашли идеальный вариант. Вот эти ножи стоят 200 лир. Здесь вот три ножа, и все нужно... Нож для хлеба есть. Нож для мяса, нож для овощей. Все. Семейный совет решил, постановил. Всем спасибо за участие. Вы нам очень помогли. Ага. Ну как, снимала у хозяйки квартиру. То у меня на кухне всякое дранье лежало. Вот все, что испортилось, все идет на кухонные тряпки. На половые тряпки. Я одеждой поломыла. Правда. А что тратится? У меня денег не было, я бедный студент. А сейчас тут такое все красивое. Посмотрите, что мы уже взяли. Ну, красота, да? Мы тут уже несколько часов, и это все, что мы взяли. Надо купить посуду. Для готовки. Кастрюлю, ковш, коврду. И я решила, так как я бухгалтером, теперь в семье подрабатываю, взять набор. Это экономно. И то же самое. Посмотрела, что там сковородки, что тут сковородки. И только здесь еще и корж. Такой набор стоит. 1649 лир. Вот уж не думала, что в отделе кухни я найду себе шляпу. Договорите, что мне много шляпки. Плюс одну я уже потеряла. Но здесь такая удобная, силиконовая, и не мнется. Хочешь, тебе подберем? Есть маленькая шляпа. Саша, скажи, пожалуйста, что это такое? Ты знаешь, вот у моей мамы такое есть, а у меня нет. Я еще не дошла до этого. Что это? Ну, для фруктов, наверное. Нет. Для макарон. И как эти пальцы, если для макарон? Ну, сюда залил с водой они такие, процедились. Неплохо, неплохо. Но нет. Напишите в комментариях, у кого такая штука есть. Кто знает, для чего это. Так, семейный совет. Выбираем бокалы. Саше понравился вот такой вариант. Мне он тоже понравился. А мне понравился вот такой вариант. Но ему тоже он понравился. Поэтому мы стоим, думаю, какой взять. Вы знаете, что меня бесит? Решили брать белые тарелки. Я выбирала-выбирала. Выбирала-выбирала. Чтобы не было никаких коцок. Чтобы они ровные. Вот одна к одному. Выбрала. Саша, не нравится мне. Да, мне что-то белое вообще не понравилось. Они хоть и недорогие, 15 лера за тарелку, но они такие тонкие. А вот это нормальные. Ну, вот это, кстати, нормальные, наверное. Ну, а он все вот эти тонкие. Ну, смотри, можно, в принципе, скомбинировать. Или все возьмем из одной коллекции. Сейчас вроде как миксуют. А вот этот цвет, мне в принципе понравился, говорит, как кашечник. Я не так сказала. Ну, похоже. Ну, и вот этот неплохой цвет. Вот этот мне нравится. Вот мы прям сходимся в этом цвете. Надо брать его. Смотри, цвет морской волны. Ну, вот под что? Под что? Просто. А то у нас все серое да белое. Это да. Погнал. Еще есть матовые тарелки. Но вот почему мне не нравятся? Они вот шкрябышкой дают. Да, это бесит Сашу, когда шкрябыш по посуде. Прям вот они классные матовые. Но вот когда ешь, это капец. А еще у Саши какая-то непонятная реакция на сухую. Он как бы консистенцию на вату. Если вы при нем будете его уже крыть. Если вы при нем будете вот кусок ваты вот так вот разносоливать, он ошли вот так. Мне это бесится. Ребята, если у вас такой есть, ставьте лайк. У меня нет, я только ненавижу вот ногтями по доске, когда пишешь жрелом вот ногтем. Или по бумаге, когда ногтями. А кого-то вот от шарика. Вот если по шарику, мне нормально по шарику. Но если ногтями по бумаге... Выбираем комплекты постельного белья. В Икеа оно замечательное. У нас есть несколько дома. У нас есть, кстати, и Zara Home, и Chendem Home, и Икеа. Вот три кита, на которых стоит наша квартира. Вот, посмотрите, нам нравится вот такой комплект. Он стоит 419 лир за полуторку. Ну, короче, за одну спальню кровать. И 729 за двушку. Но качество прям приятное. И мы хотим к нему белую еще и скомбинировать. Получит у нас два одеяла, четыре подушки, будет еще покрывало. Вот такое. Возьмем, сколько здесь за двушку? 669. Мне кажется, будет классно. Мы сейчас выбираем подушку. И вот есть за 300 и за 700. И угадайте... Это классик, какая она прекрасная. Какая лучше. Конечно же, за 700. Вообще сказочная подушка. Вот так называется. Хотя, кому какое дело. Вот, если вдруг будете где-то заказывать или выбирать, и нет возможности ее потестить, кто любит низкие подушки, вот... Шедевр. Кстати, вот, смотрите, еще хорошая подушка. Она в два раза дешевле, но тоже кайфовая, в принципе. А для декоративной можно взять вот такую тоже. Ну, для красоты, чтобы стояла вторая. В общем, выбираем корзинку. Оказалось, что это и не корзинка. Это шлем. Шлем Дарт Вейдера. Второй Дарт Вейдер. Мы проводим планету. Привет, земляне. Все, мы закупились. Взяли все самое хрупкое. Все, что сейчас можем увезти. У нас еще просто чемодан в машине. Так что сегодня еще не основная закупка. Она нам еще предстоит. Посмотрим, насколько это выйдет. Плюс еще раковина. И весь наш чек вышел на 11193 лиры. Так, забрали раковину. Такая здоровая коробка. Я надеюсь на то, что в багажник все залезет. Ну, еще сифон в комплекте. Отдельно 370 лир. Все поместилось. Сфотография, отлично. Счастливый обладатель своего чемодана. Ба, слава богу, все пришло. Вот они, рубашки мои. Бесконечно терпит бардак. Увсем удобные джинсы. Шорты, еще одни шорты. Майка. И куча обуви. Шорты. Бывай, надеюсь, ничего не пропало и не украли. Ну, надо будет еще посмотреть. Кстати, здесь твоя косметика еще вот. Ну, вот я рада. Что там, что там? Всегда интересно, что там. Ну, хачка тайская. Нет. Тут у меня еще есть вот средства для глаз офигенные. В Таиле я купил на запас. Капли для глаз. После них глаза не так сохнут. Ну, практически вообще не сохнут. Вообще рекомендую кайф. А, смотрите. Заказал в Таиланде витамины омега-3. Ну, я заказывал поменьше. А пришла такая вот банка здоровая. Не знаю почему. Так. Что у нас тут еще? Кстати, еще одни капли взял запасные. Там хорошая цена на них. Ана, вот твое средство. Масочка моя. Да, Венис? Здесь так дорого я купила. Капец. Вот. В салоне красоты. Я не знаю теперь, куда все эти вещи складывать. У нас вот маленький шкаф и все. Наверное, сейчас переберу и свожу вещи, которые не будут носить. И поставлю. Давайте я покажу, что у нас в чемодане, в этом, который пропал. Помимо одежды было. Здесь на самом деле куча всего. Вот косметику уже показывали. Очередная банка O-Plex. Потом, смотрите, тайские в МАЗе набрали на подарочки. Это будет передать ребятам в Турцию. Так, витамин С, мультивитамин, который мы не пьем. Вот крема филарга, да? Вот, смотрите, две банки таймфиллер и маска какая-то. Еще одна филарга. Смотрите, для глаз мы набрали. В Таиланде там цены хорошие. Но азади заказывали. Опять средства я три пачки взял. Потому что там цена на них 250 бат. Заказал. В России Псенрове намного дороже стоит. Кофе нам Вася и Наташа привезли из Вьетнама. Будем пить по-любому. Также на подарочки взяли тигровые вот эти бальзамчики. И у себя одно оставим тоже. Это мое средство для волос. Для упадки. Кстати, вот эта бритва я уже 10 лет. Я ее вожу с собой. Я забыл за родную устройство от нее. Дома в Саратове. И вот теперь вожу, думаю, стоит вообще мучиться. Дотянет ли она до Саратова. Но уже полгода вожу, так что... Ну, меньше, чем полгода. Я думаю, до Саратова дотянет. Это штативчики. Вот тоже. Вот такое. Может пригодится для стенки. Вторую камеру поставить. Здесь у нас что это? А, это маска. Вернее, эти патчи для глаз, да? Ага. Ага. Ланза тоже для волос. Что это за средство? Увлажняю себя для распутывания, для расчесывания. После моря хорошо. Да, тебе не кажется. Да. Вот это офигенное средство защиты от солнца, да? Кларан SPF 50. И здесь, короче, новая технология используется, которая меньше проникает вредных веществ в кожу. Поэтому, если прям качественное средство ищите, вот это рекомендую. Ну, или что-то похожее. Что еще? Нюхачки вот эти взяли на подарочки. Вот это тоже такие нюхачки. Их на руку мажут, на виски. Они так приятно пахнут. От головной боли. Нос пробивает. И вот это второе средство защиты от солнца. Вот такая штука. Мы покупали, по-моему, в Италии, да? Очень хорошее тоже средство. Ну, SPF, короче, защита. Какая-то мазюка тайская. Зубная паста. Подарочек папе взял. И это тоже масло. И тайские средства от кашля. Нет, горло. Ну и все. Представляете, если бы чемодан не пришел, сколько добра пропало бы. В общем, смотрите, местное кафе. Мы просто гуляли по Махмутвару и решили зайти. Потому что здесь вот прям местная еда. Мы увидели женщину внутри готовить. И решили поесть именно здесь. Это прям турецкая еда. Я уже попробовал курочку, кстати, очень вкусная. Здесь, получается, я думаю, нормальная цена. Правда, я еще не знаю, что сколько стоит. Но самое главное, что вкусно. К нам пришел месье Кот. Стеснялся и ушел. Нет у тебя там какой? Шкурки. Сейчас доем, да. Кстати, я сделал запрос в GPT-Bot нейросеть. Какая сейчас очень популярная. И спрашиваю его, какие книги стоит прочитать каждому человеку. И, в общем, нейросеть выдала мне список книг. Я прочитал, думаю, о, прикольно. Надо будет их как-то найти и прочитать. И потом я роюсь в телеграм-каналах и вижу то, что вот в местной барахолке выстрелили пост и там продают книги. Думаю, дай-ка посмотрю, что там за книги. И мне попадается та книга, которую порекомендовал нейросеть. Представляете? И вот одна из них была вот эта. Джон Грей. Мужчина из Марса. Женщина из Венеры. Я думаю, дай-ка я ее куплю и прочитаю. И, в общем, договорился, ходил, купил вот книгу. Уже 50 страниц прочитал. В принципе, интересная книга. Конечно, многое я как бы уже сам додумал, что-то там знал, изучал. Ну, в общем, таким образом подобрал список книг, которые стоит прочитать. И вот уже начал с первой. А многие еще люди спрашивали, будем ли мы оформлять ВНЖ. Потому что были уверены, что мы в Турции надолго, на несколько лет, там все такое. ВНЖ мы оформлять не будем. Посмотрите, как вы хорошие. Давайте дадим ему кусочек курочки. Садись, кушайся. Кулаш стесняется, но хочет поесть. По поводу дома. Мы, кстати, билеты домой еще не покупали. Все будет зависеть день отъезда от того момента, когда мы все обставим. Мы хотим полностью все закончить и поехать уже в Россию на лето. Будет классная погода. У нас там много дел. Вот есть вариант купить мебель, которая в наличии. А есть вариант под заказ. Но под заказ там 40 дней ждать. А я думаю, блин, долго. Там 40 дней, там 40 дней. И когда мы приедем. Ну, постараемся все побыстрее закончить. Потому что уже очень соскучились и по родителям, и по коту, и по друзьям. По билетам. Ой, не хотела тебя пугать. Спокойно. По билетам. Сначала смотрели варианты с пересадками в Москве. О, ты шиклет. Чай нам принесли. Большие стаканы. Класс. С пересадками в Москве. Сейчас смотрели, что запустили прямые рейсы из Анталии и Саратов. Это круто. Я вообще Саше говорю, давай, когда поедем в Россию, возьмем билеты на поезд. Потому что у нас переезд огромный. И два раза платить за багаж не хочется. А сейчас смотрим, запустили прямые рейсы, но там только 20 килограмм. Непонятно, как докупить, а нам надо килограмм 27 на человека. Но здорово, что нам не нужно будет пересадку в Москве делать. Мы еще в Москве хотели встретиться с Сашиной Сестрой. Она там живет. Приглашала гостей давно. С того момента, как она переехала, мы еще там не были. И мы такие думали, ну ладно, у нее несколько дней побудем, а идти, если есть прямой рейс, то в Москву не получается. Зато дома быстрее будем. Вот мы сейчас думаем, наверное, прямым рейсом полетим из Анталии. Конечно, хочется застать здесь еще тепло, как следует покупаться в море, позагорать. Потому что мы приехали и холодно. И нам, ребята, все говорят, что до вас даже было теплее, чем сейчас. И зима, в общем, была теплая. Ну, когда одеваться, ходим здесь в верхней одежде, не прям, чтобы холодно там, 18 градусов, 20, но все равно с моря какой-то свежий ветер дует и хочется утепляться. А вообще я очень соскучилась по дому, по Саратову. Смотрю, ну, кто что выкладывает там, на набережную нас, какие дела творятся. Соскучилась по нашей квартире, по ванне, по нашей еде. Мне уже мама говорит, Светик, что вам приготовить? Может, пельмешки в морозилку кинуть? Вы приедете, поедите, супчик сготовить. Так приятно. Мы всегда к нам приезжаем. Она нам что-нибудь готовит. Я быстренько отвариваю, мы едим, и хорошо по еде. Здесь очень-очень вкусно. Вот это блюдо, не знаю, как правильно называется, мясо, рис в виноградных листьях. Кто знает, напишите в комментариях. У меня есть предположение? Долма, по-моему, но я могу ошибаться. Прям вкусно. Курица очень вкусная. Вот это подливка. Сначала думала, что это суп, но это подливка. Мне иду, рис взять. Вот можно рис полить. Тоже обалденное. Если здесь еще будет недорого, то точку обязательно оставим. Сейчас цены в Турции выросли, и поесть в кафе в каком-нибудь туристическом месте достаточно дорого. Раньше везде было дешево, и мы хвалили, говорили, как в Турции дешево. А сегодня там даже нам один местный мужчина сказал, вы блогеры, я вас знаю. Не говорите, что в Турции все дешево. Потому что вообще давно уже все не дешево. Заходишь, лук раньше стоил копейки, а сейчас он сколько стоит. И мы с Сашей поели две люля недавно в кафе, где обычно ели. Три тысячи отдали рублей. Ну, капец, да, дорого. Поэтому стараемся искать такие места, где вкусно, недорого. Просто иногда ты заматываешься по каким-то бытовым делам, ты не хочешь отдавать три тысячи за ужин. А готовить тоже неохота. Долго поесть хочется прямо сейчас. И вот мы нашли локалку, ну, такое местное заведение. Посмотрим, какой выйдет ценник. У меня все-таки еще теплится надежда, что в Турции есть места, где по-прежнему вкусно и недорого. Курица отпадная. Мы вкусно поели, попили чай, и все вышло на 195 лир. Это недорого по сравнению, как у нас обычно, хоть 700. И было очень вкусно. Вот иногда дашь 700, а мясо сухое. Не очень. Вы думаете, за что-то такие деньги. Вот так выглядит заведение. Там написано «Лидзе». Находится в Махмутларе. Точку мы оставим. Если захотите вкусной, домашней и недорогой турецкой еды, то приходите сюда на обед или на ужин. И сейчас мы едем на игру. Игра «Денежный поток». Она сделана Робертом Киосаки. Я думаю, многие читали книгу «Богатый папа и бедный папа». И, в общем, мы решили по Лане поехать поиграть и посмотреть, какая прекрасная погода солнца. Лучная сегодня у нас на улице. Но, конечно, ветерочек такой. Ночью дождь сильно шел. И вот решили поехать поиграть. Ну, эта игра, в общем, обучать себя управлению финансами. Я еще давным-давно в ней играл. Мне очень понравилось. И вот решили сходить в Лане, освежить память и немного различиться. Сколько стоит? Стоит, кстати, 200 лир за человек. Так что мы продолжаем вам показывать, чем заняться в Турции, кроме, походу, на море. Сейчас еще холодно ходить на пляж, дожди, поэтому покажем другие развлечения. Так выглядит игра. Так, я пилот. Секретарь. Карточную, да. Ну вот, опять пояснилось. Что здесь заползает. Вы сейчас, смотрите, переносите все с карточек, а себе ведомость. Так, теперь выбираем, кем мы будем. Фишечки. Я выбрал. Мечту все за мечту. Вот, ребят, мы поднялись на акциях. Купили подору. Света, 80 тысяч заработала. А я 160 тысяч. Ну, теперь все. Все. Гуляем. Так, сейчас. Ходит светик. Желтая мышь. Раз, два, три, четыре, пять. Возможность. Большая, маленькая? Маленькая. Большая, большая. У тебя денег много. Ну, ну. Это не высерденье. Дом 3ВГ, 2ВА. Хозяин дома вынужден неожиданно покинуть город. Стоимость дома 50. Первоначальный взнос 3000. Пассивный доход 100 долларов. Здравия. С покупочкой. Кроме деньги. Первоначальный взнос 3000. Вот, ребят, представляете, все, я попал на поле и лишился всех своих денег. А у меня было уже больше миллиона. Хорошо, я светил долг-долг 100 тысяч. Хоть что-то меня спасло. Значит, ребята, я прошел поле зарплата. Вот моя фишка. И получил зарплату 765 тысяч. Так что у меня сейчас наличка уже больше миллиона. Вернул все потерянные деньги. Так что жить можно. Мне нужно сейчас выбросить 8, чтобы купить свою мечту. В общем, мне выпала карточка. Нужно бросить 4, 5, 6. Тогда я выиграю вообще всю игру. Итак, смотрим. Раз, два, три, три. Ура! Что круто! Поздравляю! Молодец! Молодец! Все, человек выиграл игру. Играем дальше? Да. Играем дальше. Ребята, вот посмотрите, какая атмосфера в апреле в Аланье. Сейчас температура плюс 20 градусов. Разложили лежаки. Кто-то уже сгорает, купается. И вот посмотрите, какая красота. Ну все, похоже, сезон уже начинается. Пришли на Барстрит. Сказали по коктейльчику. Кальян 100 лир. Коктейли 200. 250 лир. Светик с Вики уже танцует. Кальяльки, конечно, легкие. И вот посмотрите, сколько народу. Народа немного, в основном местные. Но музычка хорошая, уже можно тусить. Настал новый день и новый заход по магазинам. Мы каждый день ходим по магазинам, выбираем то текстиль, то кровать, то кран. Кстати, кран все никак не выберем, потому что купили черную раковину и нам нужен, соответственно, черный кран. А их очень мало. То нет вообще в магазинах, то какой-нибудь один, нам не нравится, естественно. Ой, уж не знаю, либо сегодня купим, либо закажем. Посмотрите, что у нас вообще в квартире творится. Бардак. Ну, как бардак. смотрели кровать, хотим купить прям классную, комфортную кровать и шикарный матрас, чтобы отдыхать и восстанавливаться. Я всегда, ну, мне не очень нравится съемных квартир, потому что плохой матрас, он прям экономит на кроватях, и ты не отдыхаешь. Ты думаешь, ну, блин, ну, раз аренда, почему все самое дешевое? Хочется прям как вот в отеле пятизвездочном, потому что, ну, по цене как отель. Может, уж нормально кровать поставить. Вот, и сейчас мы заряжаемся быстренько витаминами и двигаемся. Погода коварная. Мы сидим дома, у нас почему-то дома в квартире холоднее, чем на улице. А еще тучи, ветер, я думаю, ой, надо зарядиться потеплее, потому что холодно. Уходим на улицу как два пингвина, люди в сортов, в линяных платьях, в юбках, и мы такие, что, тепло? 21 градус на улице. 21! Но дом почему-то это не ощущается. Хотели пойти переодеться, но мы торопились и думали, ладно, как снеговики будем. Мы зашли в магазин сантехники, находится он в центре Махмудвара, и здесь есть краны, которые нам подходят. Вот есть вот такой кругленький и вот такой получается Г-образный. Вот нам вот этот понравился, сейчас хотим узнать сколько стоит, потому что цен нигде нет. Выбор не скажу, что прям огромный, но есть из чего выбрать. Раковин также здесь продаются унитазы, есть вот черный унитаз даже, вот такой красивый унитаз. Шкафчики, душевые кабины. Вот так посмотреть, все вроде бы выглядит качественно и красиво. В общем, ребята, мы узнали, сколько стоит этот кран. 1750 лир. А здесь продавец говорит по-русски кто там работал в туризме и мы говорим вот этот либо этот. А он говорит, ну смотри, этот на 600 лир дороже. А 600 лир? Что такое 600 лир? Это в ресторане посидеть, пицца, вино. Ах, как хорошо. Ну а чем тебе переплачивать? Бери вот этот. Говорит, вообще классный, очень качественный. Сколько работы, никто не жаловался. Кстати, 900 лир получается этот кран, плюс, сказал, еще пакет нам подарит. В комплекте. За время ведения канала мы пожили, наверное, в 30 квартирах в аренду. У меня всегда вопрос к тем, кто сдаёт квартиры в аренду. Вот вы сами попробуйте в них пожить. Вот процентов 10 только делают, нормальные полки лучше. Остальные забивают. как на это дело и вся косметика и шампунь стоят на полу. А куда еще? И ты моешься и вот по полу лазаешь за шампунем, за бальзам, у тебя там выставка. Ну, прикрутите два гвоздя, как моя мама говорит. Ну, повесьте. Облегчите людям жизнь. Она немножко дорогая, но если она хочет, там есть другой. Она немножко подышает. Также вот крома, она тоже крома, просто она немножко подышает. Ага. Красиво тоже. Да, но красиво. Сколько стоит? Сейчас его на стою. Очень, ребята, мне этот магазин понравился, еще менеджер по-русски говорит, ну, вообще кайф. Единственное, нашего крана нет в наличии. Он говорит, прямо сейчас разобрали их. Говорит, ну, в течение недели привезут, записал наш номер. Как привезут, говорит, напишу и заберете. Судьба свела нас с турецкой почтой. Посмотрите, как выглядит почтовое отделение в Махмутларе. Мы кое-что отправляли заказным письмом. Вышло 105 лир. Это недорого, потому что в других местах было гораздо дороже. 30 евро нам называли стоимость, и 100 долларов это вот сдек. Сдеки, да. А здесь вообще быстро, удобно. Единственное, почему-то у них не продаются конверты. Их пришлось покупать в отдельном магазине через дорогу в констоварах. Все заполнили, и там такой классный мужчина работает на почте. Перед нами была русская женщина, русскоговорящая, не знаю, откуда. И она что-то ему предъявляла, и он ее отправил что-то там дозаполнять. Мы подходим, он говорит, она хочет со мной поругаться, но у нее ничего не получится. Это было очень мило. Все, все сделали, и теперь идем покупать кран. Думаем все-таки взять тот, потому что скупой платит дважды, лучше взять хороший. Можно заказать, но мы не знаем, что придет. Поэтому, чтобы не рисковать, наверное, возьмем хороший на века. Снова пришли в салон сантехники, и в итоге решили взять вот этот кран. Во-первых, вот этот все никак не придет, нет в наличии. Можно подождать еще, но мы подумали, нет, он дешевле и меньше металла. Все-таки на сантехнике экономить нельзя, поэтому давай лучше доплатим и возьмем хороший вот этот за полторы тысячи лир. В нем и металла больше, и сама конструкция более современная, форма, нам нравится. Поэтому сейчас пришли забирать его. Также выбрали держатель для туалетной бумаги и полки для души. Вот решили взять такую конструкцию. Ой, класс. Сразу получатся собрано. Да, надо ничего прикручивать и вот подержать для бумаги. Все, оплатили. Итоговый счет вышел на 2560 лир. Изначально была цена за все 386, но 500 лир нам взяли скидку, что очень приятно. Еще купили рулетку, чтобы все замерять. и подставку взяли из хрома хорошую за 700 лир, чтобы она не кружевела уже через месяц. Это очень важно.